Ну вот здесь как раз выходы по кругу и к выходу уделяется. Это вот здесь, вот здесь, статуэтки, да? Да, статуэтки. Владимир Вольфович, вот. Это советские деньги. Советские деньги. Это червонец, значит. Червонец тут, пятерки, трешки. Целое состояние. Проходите, проходите, пожалуйста. Да. Денеги, деньги. Так они гудут людей. Да. Посторонние? А, вот, ну да, правильно. Случайно за днем, мы захажем. Гантели наши. Да, все здесь наше советское переведение. Там есть вот комната. Все продаете, да? Все продаем, да. Есть комната, где именно наши советские старые. А что тут надо было все подвалы вам оттять? Есть еще помещение? Ну, есть. Может быть, огромный восточный базар. Мало нам, да. Видишь, в Стамбуле есть восточный базар. Я знаю, да. Капалы-Чершей. Да, вот как бы. Да. Дайте здесь вот. У людей столько интересного. Совершенно верно. Все это выставится. Люди что-то будут покупать. Вы не представляете, какой интерес. И снова выставлять. Кстати, к вашей выставке огромный интерес, Владимир Владимирович. Все спрашивают, все интересуются. Если была параболка, мы радовали пойти. Все стоят, что-то продают. Очень интересно. Покупать не было денег. Но посмотреть, кто пришел, разные люди. Поговорить. И что продает, это же большой интерес. А у нас вот это, где-то тяжело. Я сколько пробивал, что была постоянная парахолка в Москве. Так и нет. Под Москвой. Так и нет. Вот это, кстати, постоянная парахолка была когда-то в Песельской области. И в городе, не Обницк, а сюда, вот так называется. Город Малорославский. Вот две парахолки на весь Советский Союз. То, что я знаю, может быть, и в местах есть. Вот Малаховка под Москвой, на Витминске. Почему уменьшает? Ну пусть люди вынесут. У них же деньги. А кто-то купит то, что он давно мечтал найти. Нет, нельзя. Во всех странах мэрия помогает. Ну конечно. Сколько пустых брошенных мест. Будут закрываться некоторые тюрьмы. Отдайте их под параковку. Все.